Впервые встать на коньки и пробежать кружок на лыжах. Рождественские каникулы – самое время освоить зимние виды спорта. А еще это время сказок и представлений для детей и взрослых. Не успели пройти елки, как и вновь в волейбольном ждут юных гостей. Хочется пожелать, чтобы каждый человек был для своего ближнего тем чудом, которое он ожидает. Потому что чудеса мы имеем возможность сделать сами. Мы имеем возможность сделать чудо своим родным, близким. Имеем возможность сделать чудо тем, кто нуждается в нашей помощи. И вот хочется пожелать, чтобы каждый человек был для своего ближнего тем чудом, которое он ожидает. На сцене актеры Тюза под руководством Ноны Гришаевой. Новые факты сказки «Щелкунчик». Чтобы развеять злые чары царицы мышей, Маша отправляется в путешествие в страну Зазеркалье. Она еще не знает, кого ей предстоит спасти, но пылкое и доброе сердце девочки подсказывает, что движется она в правильном направлении. Я успел бывать на Поклонной горе буквально вчера, на представлении Вегаси. И вот сюда приехал. Повезло, потому что я из воскресной школы храма Рождества на Притече. И повезло, получили билеты. И вот я очень рада, что мы сюда попали. Более 4 тысяч детей посмотрели спектакль «Щелкунчик». Рождественская елка главы Одинцовского района проходила в два этапа. В зрительном зале практически не было свободных мест. Посмотреть сказку мечтали как дети, так и взрослые. Мои рождественские каникулы начались как первый раз в первый класс с катания на льду. Надо было приехать именно в Москву, для того, чтобы стать первый раз на коньки. Я поздравляю всех жителей Подмосковья с праздником. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Рождественские каникулы позади, впереди Новый год, который каждому принесет много радости и счастья и не оставит ни минуты на грусть и печаль. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.